Всем привет! Посмотрите, какое шикарное мороженое я приготовила на десерт. Я буду готовить такое мороженое к Новому году. Готовится очень просто, очень. Прошло уже, наверное, часов 6 с момента того, как я начала его делать. И вот сейчас, смотрите, я выкладываю шикарное мороженое в креманку. Повторите этот рецепт, это настолько просто, вы удивитесь. Из-за своей занятости я не очень люблю сложные рецепты. И такое мороженое, это просто находка. После того, как вы оцените мое мороженое, приходите на следующее видео. Посмотрите, я делаю творожный сыр. Итак, мороженое сливки. Полулитра я поставила охлаждать. 4 желтка, 150 грамм сахара и 150 миллилитров воды нужно взбить и заварить на огне, как заварной крем. Варить нужно до достижения температуры 80 градусов. Если температура будет выше, то желтки свернутся. Поэтому за этим нужно строго следить. Ну, то есть, я думаю, что многие умеют варить заварной крем. Для начала мы взбиваем желтки с сахаром. Можно это сделать миксером. Но они легко довольно взбиваются венчиком, поэтому я делаю вручную. Затем добавляем ванилин, молоко и ставим на огонь нагревать до загустения. Затем эту массу нужно будет охладить. Сахар в желтках все равно до конца не растворится. Поэтому мы не будем этого добиваться. Высыпаем ванилин. Я использую почти весь пакетик. Боюсь переусердствовать, потому что если ванилина переборщишь, то в мороженом будет горечь. Вот так размешиваем, выливаем в ковшик и завариваем на огне, на маленьком кипении. Посуду лучше взять толстостенную, для того, чтобы все это ко дну не пригорало. При постоянном помешивании до того, как температура будет здесь 80 градусов. Но вы увидите, смесь начнет густеть. Я измеряю температуру вот таким щупом. Если у вас нет, то ничего страшного. Но если у меня есть щуп, почему бы им не воспользоваться? Моя смесь нагрелась по инерции до 83 градусов. Надеюсь, она не свернется. Дело в том, что начала я ее снимать с огня при достижении 78, так как посуда толстостенная. Стенки отдали тепло моим желткам с молоком. Но пока ничего не свернулось, я думаю, что все будет нормально. Теперь это нужно остудить. Я мешаю, пока помешиваю, пока температура не снизится до нужной мне. То есть перегревать не надо, иначе свернутся желтки. Будут комки. Друзья, я охладила вкуснейшую желтковую массу. Затем берем сливки 33% и выливаем в чашу миксера. Вот здесь всегда на поверхности упаковки есть сливки. Они поднимаются, самая жирная часть, кверху и остаются здесь. Поэтому пачку лучше разрезать и достать отсюда то, что накопилось сверху. Ну, то есть эта часть самая жирная, конечно, нам нужна. Посмотрите. Поэтому не стесняйтесь разрезать пачку и выковырять отсюда ложечкой. То есть если вы этого не сделаете, то то, что вы вылили, у вас будут где-то 20% сливки. Может быть, 15% сливки, потому что, еще раз говорю, весь молочный жир у нас вот здесь наверху. Я достала все, что могла. И теперь начинаем взбивать на высокой скорости. Сливки взбились вот до такого состояния. Вы видите, они хорошо держатся на ложке. Дальше взбивать не нужно, потому что они могут превратиться в сливочное масло. Сливочное масло нам не нужно, нам нужно мороженое. Вот так, смотрите, они держатся на ложке. Не вываливаются. То есть такие прям очень упругие пики. Затем моя желтковая масса хорошо остыла и немного загустела. Соединяем все вместе. И выливаем в контейнер. Друзья, все. За 10 минут мы сделали вот такой полуфабрикат мороженого, очень вкусного. Теперь нам нужно все это замораживать. И каждый час подходить и перемешивать массу вот этой лопаткой для того, чтобы здесь не образовывались льдинки. Ну, то есть, чтобы масса была однородной. Закрываем контейнер крышкой и ставим в морозилку. И каждый час вот так лопаточкой берем и вот так все перемешиваем. Если что-то пристало к стенкам, мы это будем отскребать. Вот так вот просто перемешивать в однородную массу. Мороженое должно в холодильнике созреть. Друзья, таким образом мороженое мы закаляем, а затем оставим на созревание. Вот видите, прилипает к стенке. Можно соскадривать, вот так в середине перемешивать, чтобы не образовывались кристаллы. Можно взбивать. После всех манипуляций, после периодического перемешивания каждый час, прошло уже 5 часов, мороженое получило вот такой вид, друзья. Это на самом деле очень просто, очень. Повторите этот рецепт. Вся сложность в том, чтобы найти подходящие сливки. То есть сливки должны быть достаточно жирные, 33%. И единственная трудность, это просто их купить, потому что они стоят приличных денег. А так все остальное делается на раз-два. Всем приятного аппетита и пока. Такое мороженое можно посыпать орешками, поливать вареньем, каким-то ягодным сиропом. Это будет очень вкусно. Я на самом деле рекомендую этот рецепт. Я на самом деле рекомендую вам этот рецепт. Попробуйте. Это так просто и так вкусно. Обалдеть, как вкусно. Такого в магазине не купишь. ПОЮТ ПОЮТ Субтитры создавал DimaTorzok